Проведение детских православных олимпиад среди воскресных школ видновского облагочения стало уже традиционным. В этом году она проводится уже в третий раз, и число ее участников значительно возросло. Наша съемочная группа побывала на мероприятии и вместе с его гостями радовалась успехам команд, показавшим прочные знания основ закона Божия. Рассказывает корреспондент Людмила Медведева. В актовом зале видновского художественно-технического лицея, в день проведения третьей, теперь уже традиционной олимпиады, среди воскресных школ видновского облагочения практически не было свободного места. Если в 2012 году в конкурсе участвовали дети только из двух храмов, то в этом году желание показать свои знания закона Божьего изъявили семь воскресных школ. Самое важное в этих вещах – не оценивать ребенка как такового, как знание, а дать некую объективную оценку. Но все же, в любом случае, так как это мероприятие, дети хотят, соревновательный дух все равно присутствует, но он должен быть здравым. Объединившись по пять человек в команду, учащиеся представляли членам жюри свои знания. А к представлению визитной карточке ребята подошли с выдумкой и большой долей творчества. Воскресные школы вызывают все больше интерес у детей и их родителей. Поболеть за своих чад в день проведения Олимпиады пришли и папы, и мамы. Я, как мама, рада больше всех. Но это самое главное, чтобы он был человеком, любой ребенок, чтобы был человек с большой буквы. Если у него будет основа православная, такая база, тогда все будет. И здоровье, и семья, и образование, и все, что хочешь. Лично это самое главное. Ребятам были предложены вопросы по темам Ветхого и Нового Завета, литургики и устройству храма, чтение и перевод отрывков на церковно-славянском языке. В нашу школу приходят дети, которым нравится это, которые любят эти предметы, и которые живут по заповедям. Все-таки наша жизнь, эта цель, это жить по заповедям. И это все правила нашей жизни, вообще-то, и в государстве. Победителями Третьей Олимпиады по закону Божию стали ребята из воскресной школы Успенского, Георгиевского и Никольского храмов. Конечно, знания, безусловно, без знания очень трудно в современной мире находиться. Но знания о любви, они важнее всего. Потому что они смогут и ответить на закон Божий, на вопросы, и могут прочитать и отче наши символы веры, и шитье Сергея Радонежского узнать. Это все хорошо, но как применить это, как рассказать это, вот это важно. Детская православная Олимпиада 2014 была посвящена 700-летию со дня рождения Сергея Радонежского. Людмила Медведева, Александр Ильин, Елена Кошлева, Видное ТВ.